Здравствуйте! Наши предки говорили, что нужно очень много мудрости, чтобы никогда не терять доброты. Проект «Подари детям жизнь» собирает вокруг себя именно таких добрых и мудрых людей. Мы рассказываем о детях, которым нужна семья. И если вы готовы подарить тепло семейного очага ребенку из детского дома, обращайтесь за помощью в Центр поддержки приемных родителей. Звоните на короткий номер 1422. Оператор соединит вас со специалистом вашего региона, а также с Центром можно связаться онлайн через странички в социальных сетях. В нашей программе мы обращаемся к вам за помощью. Детям, чья жизнь зависит от того, насколько быстро они получат помощь в зарубежных клиниках, необходима наша поддержка. И вот одна из этих историй. Здравствуйте! В нашей с вами помощи нуждается двухлетний Байжанов Амир. Малыш страдает ретинопатией недоношенных пятой степени. На оплату очередного этапа его лечения семье необходимо собрать 700 тысяч тенге. Вы можете помочь ему через онлайн-пожертвования на сайте www.dedom.kz, а также с мобильного телефона через приложение банков. Kaspi.kz в разделе «Платежи» переходим во вкладку «Другое». Раздел «Благотворительность», где находим «Добровольное общество милосердия». Сбербанк Казахстан. Перевод через опцию «Оплата услуг», «Благотворительность» и находим «Общественный фонд ДОМ». Также вы можете отправить помощь через платформу www.bergems.kz.halkbank. Юридические и физические лица также могут помочь банковским переводам. Реквизиты, отчеты о полученных и потраченных средствах публикуются на сайте www.dedom.kz. Все пожертвования, собранные в ходе акции «Подари детям жизнь», 100% идут на лечение детей. Ретинопатия недоношенных – частый диагноз, и в нашей программе вы нередко слышали об этом. Это отслойка сетчатки глаз глубоко недоношенных детей. Если не начать лечение в раннем возрасте, то можно полностью утратить зрительную способность. Благодаря вашей поддержке Амир смог пройти 4 этапа лечения для спасения глаз. К большому сожалению, данное заболевание требует длительного времени для сохранения и восстановления зрительной функции. На данный момент Амиру требуется экстренная внеплановая операция. В своем письме мама Амира обращается к нам за помощью. Вот строки из ее письма. До пандемии врач раз в полгода прилетал в Казахстан. И у нас, родителей, была возможность обследоваться здесь. Узнать состояние сетчатки и глаза непосредственно здесь, в Казахстане, не выезжая за пределы. И также была возможность узнать, требуется ли операция или нет. Но из-за сложившейся ситуации с ковидом больше года не обследовались. Сейчас ребенка начал беспокоить правый глаз. Появилось покраснение, похоже на кровоизлияние. И начал мутнить зрачок. Ребенку тяжело открывать глаза. И он стал беспокойным. Позвонили в клинику. И нас в срочном порядке записали на самую ближайшую свободную дату хирурга. Операция дорогостоящая. И мне, как матери-одиночке, данную сумму не осилить в этот короткий срок. Всем неравнодушным людям выражаю благодарность. И надеюсь на вашу поддержку. Выражаю благодарность фонду за то, что неравнодушны к нашему горю. Напомню, что Амиру необходимо 700 тысяч тенге, чтобы покрыть расходы на очередную операцию. Оказать помощь ребенку вы можете, совершив онлайн-пожертвование на сайте www.ddom.kz и перечислить любую возможную для вас сумму с банковской карточки через интернет. Оказать помощь можно также банковским переводом от физических или юридических лиц. И в любой точке нашей страны возможно сделать денежный перевод через терминалы самообслуживания Киеви. Более подробно о детях, нуждающихся в лечении, вы можете узнать на сайте www.ddom.kz. Пусть все наши дети будут здоровы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok